Привет, девчонки! Сегодня хочу рассказать вам о своих находках за последнее время. И начну я с такого необычного продукта, как сплэш-маска. Это сплэш-маска для лица, омолаживающая с экстрактами лесных диких ягод. И это у нас бренд Blight. Это редкая нишевая косметика из Кореи. И этот продукт необычен тем, что он работает всего за 15 секунд. И заменяет собой три продукта. Это легкий пилинг, это увлажняющая маска и это тонер для лица. Представляет собой вот такую ароматную жидкость в красивой упаковке. Безумно приятно пахнет. Это аромат сочных, спелых ягод, фруктов. Он настолько освежающий, настолько летний, просто потрясающий. И как я использую эту маску? Я беру в колпачок небольшое количество продукта, развожу водичкой и кончиками пальцев распределяю по всему лицу. Такими вбивающими движениями. Смывать маску не надо. При желании можно промокнуть полотенчиком излишки. И далее приступаю к своему обычному уходу. Как это работает? За счет того, что в составе есть молочная кислота, она очень бережно и очень деликатно обновляет эпидермис, отшелушивает старые клеточки кожи. А за счет того, что в составе много экстрактов ягод, здесь есть ягоды ежевики, голубики, ягоды малины, клубники и ягоды асаи. Они хорошо увлажняют кожу, насыщают ее полезными витаминами, микроэлементами. И кожа после такой маски очень увлажненная, очень напитанная, свежая, такая гладкая. Это, конечно, результат просто на 5 с плюсом. Объем 200 мл, довольно много. А если учитывать то, что маска расходуется мега экономично, то такой баночки хватит на приличное количество времени. Такие маски представлены в интернет-магазине Organic Box. Я обязательно оставлю ссылку. И также в описании к этому видео будут абсолютно все ссылочки на те продукты, которые я сегодня вам покажу. Но маска определенно заслуживает внимания. Мне она очень и очень понравилась. Дальше я расскажу о двух продуктах от Уральской маловаренной мануфактуры. И эти два продукта идут с экстрактом лаванды. Я очень люблю лаванду, я люблю аромат лаванды. И мне, в принципе, нравится ее действие. Первое, что я заказала, это вот такой твердый шампунь с эффектом кондиционирования, успокаивающий для чувствительной кожи головы. Он идет с маслами виноградной косточки и маслом лаванды. Представляет собой твердый брусочек. Пользоваться им очень удобно. Я уже пользовалась им около недельки. И он мега экономно расходуется. Практически брусочек остался в таком же неизменном виде, как и был. Конечно, хранить его нужно не в такой картонной коробочке, а желательно в мыльнице. И хорошенько просушивать, чтобы он не был таким мягким. Тогда он прослужит долго. Я использовала этот шампунь без кондиционера, без маски. И он отлично промывает кожу головы, он отлично промывает волосы. При этом он их абсолютно не пересушивает. У меня волосы, в принципе, беспроблемные. Они у меня короткие, нормальные. И мне было достаточно увлажнения от данного шампуня. Абсолютно натуральный состав, приятная отдушка, хороший эффект. Действительно, стоит обратить на него свое внимание. Я сейчас этот шампунь оставлю для поездок, потому что в поездках это очень удобный формат. И также можно использовать как гель для душа. Такой небольшой лайфхак тоже где-то в дороге. Отлично пенится. Вот прям потрясающий. Следующее, что было у меня с этого сайта, это маска скраб для лица, для сухой и чувствительной кожи, которая выравнивает и увлажняет. 100% натуральный состав. Эта маска в сухом виде. Ее нужно разводить водичкой, наносить на 5-7 минут. И затем такими массирующими движениями смывать. То есть она работает и как пилинг, и как маска. Приятно пахнет. Я уже использовала 1 треть баночки. Использую и на лицо, и на зону декольте. Также классно работает и отшелушивает, и увлажняет. Никакого дискомфорта во время использования этой маски я не ощущаю, потому что она очень бережная, она очень мягкая. Также было заявлено в описании, что она уменьшает отечность, увлажняет, освежает. В принципе, я с этим соглашусь. Хорошая маска, я бы могла ее посоветовать. Что еще хочу рассказать в этом видео? Я хочу показать свой заказ с интернет-магазина Style Korean. И ссылочки также все будут. У меня две позиции. Это вот такой тонер для лица, освежающий от бренда Hamish. Наверное, так он называется. Поправьте меня, если я неправильно называю. И это у нас тонер в объеме 85 миллилитров. Вот такая приятная баночка. Тонер абсолютно прозрачный. У него потрясный аромат. Я вот не могу какие-то привести ассоциации, чем именно пахнет. Но это такая свеженькая водичка, которая моментально бодрит. И вот этот тонер мне понравилось использовать именно с утра. Как его использовать? Его можно наносить на ватные диски, протирать личико в качестве тоника. Либо можно наносить также на ладошки и прямо пальчиками распределять по лицу. В составе у нас есть и апельсин, и дамасская роза, и также масло лаванды, масло грейпфрута. Очень такой богатый, действительно активный состав. И этот тонер, он прекрасно укрепляет кожу. Он устраняет шелушение, он увлажняет, он очищает кожу от пыли, от грязи. Такой действительно работающий продукт, многофункциональный. С ним очень хорошо подготавливать кожу к макияжу, потому что он немного сокращает расширенные поры, и лицо, в принципе, становится более гладким. И использовала и утром, и вечером. Поэтому хватит надолго, даже несмотря на то, что здесь всего 85 мл. И также хочу рассказать вам о сияющей базе под макияж. Я как-то в последнее время подсела на такие сиялки. Это у нас тот же бренд, что меня здесь привлекло. Здесь 40 мл, и здесь есть SPF 50. То есть это средство работает еще и как хороший санскрин, а сейчас это особенно актуально, потому что впереди у нас лето, и кожу обязательно нужно защищать. Это такая база с легким жемчужным сиянием. Мне очень нравится то, что она деликатная. В ней нет никаких крупных блесток, которые бы царапали кожу, но в то же время она дает такой неплохой эффект сияния. Я наношу ее под тональный крем. Иногда могу использовать просто соло, например, нанести эту базу, и сверху нанести пудру, и тоже очень круто выглядит. Очень приятно, кстати, пахнет, но аромат такой знакомый. Вот у меня был уже продукт с таким ароматом. Что еще эта база делает? Она неплохо сокращает поры, она неплохо увлажняет кожу, она кожу подготавливает, и тональный крем держится на лице немножко дольше, чем обычно, и он лежит как-то ровнее. То есть макияж с этой базой выглядит более опрятным, более профессиональным, я бы так сказала. Я боялась, что эта база будет вызывать излишки кожного себума, потому что в Т-зоне у меня кожа все-таки склонна к жирности, но ничего этого не произошло. Да, она ни в коем случае не матирует, но она и не провоцирует выделение кожного сала в течение дня. И для меня тоже это было очень-очень важно. Классная база, буду обязательно ей пользоваться, особенно сейчас, когда солнышко, хочется сиять, и хочется в макияж принести какую-то изюминку, сделать кожу более такой ухоженной. Причем стоит оно совершенно недорого, для такого объема и для такой СПФ-защиты. Ну и, конечно, интернет-магазин Style Korean обязательно вкладывает пробнички в каждый заказ. Мне положили очищающий крем для лица. Еще не пробовала, но будет тоже очень-очень интересно. И вот это, я так поняла, тоже база для лица. Здесь также хороший СПФ-30. Обязательно воспользуюсь в ближайшее время. Но получить такие пробнички было тоже очень приятно. Вот и все, о чем я хотела рассказать. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Если вы что-то пробовали из данного ассортимента, то обязательно рассказывайте, делитесь своими впечатлениями. Я буду рада пообщаться. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на мой канал. Будем с вами дружить и общаться. И увидимся совсем скоро. Пока-пока!